Привет всем присутствующим! Я постоянно в своих разоблачительных роликах говорю и пишу под видео, что разоблачая аферистов и мошенников, ничего не имею против по поиску БТГ и так называемой свободной энергии. Я сам за исследования в этом направлении. Мало того, участвую в экспериментах и помогаю искателям. Кроме этого, для тех, кто до сих пор не знает, я дипломированный парапсихолог и пользуюсь возможностями биоэнергии почти 30 лет, помогая людям обрести здоровье и здравый смысл. Одним из моих пациентов, у которого явные признаки раздвоения личностей и параноидальные фантазии, является Андрей Тирха. Около двух лет назад, свихнувшись на маниакальном желании добиться любой ценой признания и его бредовых фантазий. Среди серой массы аборигенов он окончательно распрощавшись с совестью и здравым смыслом, стал на путь грязных матричных технологий. В психологии существуют специальные методы по одурачиванию и внушению человекоподобным существам различного пропагандистского бреда, весь смысл которого, согласно учениям Геббельса, впаривать полный маразм доверчивому стаду с абсолютно серьезным видом и утверждением, без малейшей тени смущения и детской непосредственности. Попытки гипноза, практик внушения и зомбирования, ну и, конечно, полное отсутствие совести, принесли некий успех этому упырю, возомнившего себя предводителем секты тирханоидов. В этом выпуске я постараюсь раскрыть некоторые грязные методы этого отмороженного существа, способы манипуляций фактами на подсознательном уровне и подменой понимания происходящего, используя отвлекающие методы из области фокусов. Для примера раскрытия манипуляций, я выбрал вот это щенячье восторженное восхваление очередного уже миллионного вечного двигателя в кавычках. Пациент уже давно не утверждает себя выбором тем, вроде самых зловонных помойках ютуба, откапывает откровенно бородатые и заезженные ролики про очередной дешевый фокус, созданный авторами чисто для поржать. Но понятное дело, у гениального шизика любой конченый дерибас превращается в вечный двигатель. Как-никак одесский шулер. Главное ворьме выпучивать глазенки и заливаться щенячьим восторгом. Для начала немного послушаем некоторые отрывки этого шедеврального впаривания. Ты уж, Андрюха, извини, но твое дебильное оргазмирование на это фуфло для детишек занимает мало времени. И придется повторить большую часть. Только не вздумай мне снова страйк кидать за подобную шизу. Запомни уже раз и навсегда, идиотский монолог обзора ворованного контента никак не является авторским правом. То, что вы сейчас увидите, вы просто будете приятно удивлены, точнее даже, можно сказать, шокированы. Здесь я покажу самый элементарный, вечный двигатель. Но вы сейчас, когда увидите, что это 100% работает и оно выдает 150-200% КПД. Как такое может быть? Вот сейчас вы это увидите. Самое простое. Ватометр и милиамперметр. То есть, сколько? Вот двигатель, который здесь мы видим. 300% рабочая вещь. Вот обычный аккумулятор 12-вольтовый, 4-хамперный. И вот второй аккумулятор, тоже 12 вольт, абсолютно одинаковый. Смотрите внимательно. При запуске потребление большое, потом это падает. Видите, да? Видим, да? Четко. 100 милиампер потребляет вот этот двигатель. Вырабатывает генератор 11 вольт, 2 ватта. Вот внимательно. 0, 18, 180 милиампер потребление. Это уже коэффициент эффективности 180%. Видите, да? Потребление 100 милиампер вырабатывает 180-200. Когда он показывает, он забирает, оно обнуляется, вставит назад. И все это три импульса. Это вся система работы. Понимаю, да? Смотрите внимательно. Ничего сложного здесь нет. Чтобы повторить, такое сделать. Вот нагрузку, когда он пальцем, видите, притормаживает, показывает 230 милиампер. То есть ток увеличивается. И смотрим сюда. Двигатель, ну, генератор упал. Ток увеличился. Здесь оно так же. Все четко можно просмотреть. Еще раз. Видите, 1,7 вата. 0,16, 160 милиампер. Смотрим. Раз. 230. И здесь сразу же упал. Видим, да? И заодно почитаем комментарии. А уже после этого дам полный разбор полета. Ну, в первую очередь отмечу, что юморист наш клоун, как всегда, в категории юмор. Тут товарищ фуфло гонит. Вот это интересно. Что не хватает, конечно. У него нет ни мозгов, ни рук. Он может только мусор вам кидать. Как с языка снял. Ну, почему нет самозапита без аккумулятора? Ватметр включит. Смешно. Начинай собирать свое БТГ. Будем смотреть, как все у тебя получится. Да? Намеки. При нагрузке патрилянный ток возрастает до 0,23, а ток вырабатывает генератор с неразной 0,15. Если бы не аккумуляторы, то вся эта система просто остановилась. И все. Ну, где-то там зерно есть. Вот. На видео китайский ватметр с большой погрестностью. Он рассчитан на большие токи. А на токах маленьких до 500 у него большая погрешность. Вот. Человек отметился нормально. Тут смех и грех. 13 на 100. 1,7. На съеме 11,100 и 2 ватта. Если бы это... Это прибавка есть. Ребята, есть прибавка. Идиоты всегда есть. Слышен звон. Да не знаю, где он такой черт и бедини. На самом деле, где тут бедини? Этот аферист очередной. С зарядкой. Молодец. Тоже молодец. Опять скалярные поля. Как все надоели с этими скалярными. И с холодным током. Слайд, где я буду варить. Потребление. Да, я вообще не беру. Это там фотометром. Ля. Есть такое предположение. Негранинация вихри, торнадо, магнитного. Да. Лучше не считать. Ставлю лайк за дятла. Вот человека, что дятел на глазах. Спасибо за фуфло. Какие 200 баксов. Все встально. За плечи. Силы, работа. Да, молодцы ребята. Валите. Напряжение входа нет. Сам такую вещицу сделай. Идиот. Печально. Что-нибудь писать. И даже понятия нет. Откуда холодные... Да и видео с тебя так красиво, чтобы не каждый понял. Все просто понятно. А нах, цифры это разные вещи. Какая нахрен разница, если это все равно фуфло. А что если бы Ди не убили? Его действительно убили как мошенника. Может быть так? А? Да. Любая смерть это убили. Все мы смертные. И всех нас можно под одну гребенку тоже. У нас всех убили. Особенно бедение. Некорректные. Нужно два одинаковых ваттметра. Первый на выходе. На входе. И желательно заряжаемые. Включить активную нагрузку в виде лампы. Накальные. Вот тогда посмотрим. Ну хоть что-то в мозгах у человека есть. Но... Заморчился на генератор. Взять два одинаковых прибора. Для одновременного замера. Тока. Т-Т-Т. Не генератор. А в приводе. Ужас. Фуфло. Попробуй запустить такой же двигатель по 200. У него ток при пуске 1 ампер. Миллиампер должен быть. Скорее. Стоит шум. Ты весь фокус. Незаправленное фуфло. Да, да. Где-то так. Почему вы до сих пор не повторяете? Что-то подобное. Сгинь сатана. А, вот самая разумная мысль. Для таких малых величин прибор должен быть тщательно поверен. И вероятнее всего столько потребляет, сколько и выдает. Категория юмор. Молодец. Ватты надо сравнивать, а не амперы. Вот так вот. А все остальное ерунда. Ничего не надо больше смотреть. Только сравнивать. Потребление 100. Моторчик от Шурика. А их маловатных не бывает. Правильно. Пусть ваттметр не потребляет под ключ. И думаю, что там потребление будет минимум 60 ватт. А если КБ 6 вольт. А если это КБ 12 вольт. Ладно. Я не думаю, что схема рабочая. Какая нахер она может вообще быть рабочая. Но человек надеется. Ваттметр надо ставить. На стороне потребления слева поставить диодный мост. Там стоит диодный мост. И конденсатор стоит. Все стоит. Сгладить пульсации. Какие нахрен пульсации. Нагрузка обычно вам по накале. На ней же мы измерять напряжение и силу тока. Которая через нее протекает. Умножить вольт на ампер. И мы сможем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Какой тут ужас. Тирханутый сказочник. Ну. Да. Он же юморист. Почему вы не сделаете. Сами просто делайте. Делай. Обожаю проблемы с маленьких больших даунах. Которых пытается создавать. Еще один диод. Вопрос по какой системе. Для информации. Объединение умер своей смертью. Вот молодец. Хоть и скоропостижно. В ролике синхронной, синхронной. Ну и так далее. Тейп зарядки. Молодец. Этот вообще что-то показать собрался. Секрет. Андрюха. Сам рабочий сделай. Андрей. Это очень легко объяснить. Второй каранда просто разрезан. Поэтому сосет. Сосет. И сосет. Ой. Куда. Кого там чего сосет. И меня убили. Один на кунг свете. Второй зарезан. Второй. Ой. Прекращаем друг с этим. Давай нормальный. Что-то по теме. Что он может вам дать этот клоун. По теме. Вы сами подумайте. Хомячки. Смотреть за кем. То комитет для всего. Вот и Андрей когда-то в страну собирал. То смотреть интересно было. А так уже взять Белецкого. Он делает. Показывает на своем примере. А не на чужом. Да, в Белецке хоть что-то, но показывает. Для таких электрогенераторов быстрее, надежнее, лучше подходит генератор от пассажирского. Народ, что вы творите? Ну, как же. Еще один придурок отметился. Гуру Хомячков. Бюджетный вариант. Молодец. На чертеже одно на модели другое. По наружным магнитам поставил бы зумчатый. Та-да-да. Потребляет 100. Выдастся-то какие? 108. Ну, тут, конечно, вообще поехала крыша. Работает. Советую всем. Молодец. Пирожок с полочкой. Плюс. Он мог занять здесь стрелочный индикатор. Господа, паячь. Вот общийся на месте с этими магнитами. Система рабочая. Но малоэффективная. Где она у тебя рабочая? В каком месте? Ничего общего с бедением. Зато можно применить к моему. Уж это что-то, наверное, заканчивает. Халяву искать. Лучше синица в руках. Вот вам синица. Да. Ой, мозг поломаешь тут на самом деле. На этом всем. Ну, еще один придурок главный. Самый идиот, который тоже с аккумуляторами там борется. И свои крутилки все валит. 14-11 вольт. Да, да, да. Конечно, фейк. Конечно, фейк. А что же ты делаешь, идиот? Ну, и самое шедевральное. Манс Дарпс. 180. 100. 80 ватт. 80 процентов. В общем, и один щелкает клювом. И второй тут жесть рассказывает. Во-во. Сначала нужно википедию почитать, а потом писать. Ну, вот этот хомячий гуру. Вот, вступает в полемику. А самое ржачное, что для этого копипастит википедию. Даже не утруждая удалить технические теги. Википедии по подобному поду заглядывают, ну, совсем тупые дауны. Которые даже не в курсе, где у них школа находилась. Вот, он точно не знает, где у него школа была. Так вот, если все-таки кто-то не вкурил, подробно объясняю. Как тихо впаривает мусорные дерьма сенсации. Я, конечно, не буду тут подробно объяснять анахронизм этой всей системы. Мы зашли на страничку этого шутника, который еще в 2014 году это все опубликовал. Причем, если посмотреть у него на канале, он с этой вертушкой, какие только фокусы не проворачивает. Так вот, что мы имеем с гуся? Человечик нам показывает приборчик, китайский. Еще в 2014 году. Я уже такие приборчики тоже показывал. У меня есть видео именно по таким подобным маразмам. Как эти фейкодрочеры, конченые, вас обманывают. Вот такие вот стаят приборчики, которые на самом деле ничего толком не меряют. Особенно на начальных токах. У них тут проблемы. Вот эти все приборы, и это есть на моих видео, где я вам показываю конкретно все подробно, как они работают и на чем вам впаривают. Так вот, эти вот приборчики, и там была уже мысль у одного человечка, они не работают с токами до полуампера. То есть 200-300 миллиампер они показывают точно неправильно. Нормально, а сейчас смотрим, что происходит. Вот, видно. Вот там 0,16, а здесь 0,25. 0,08, 0,18. Видите, на малых токах, но правда это мощный очень прибор, типа на 150 ампер, ну по крайней мере 50 ампер можно мерить. Ну вот, я показываю 0,5, 0,36. Ну а когда мы повышаем ток, вот уже где-то на 1,2 ампера, вот 1,2, вот получается после ампера он уже более-менее адекватно показывает. А до этого погрешность большая. Ну, в одних приборах в одну сторону, в других в другую. Мог бы показать и на этих приборах тоже такие погрешности, и на малых токах. Вот эта вот крутилочка, она не может вообще дать даже 10% КПД. Вот этот движочек, он явно не может потреблять при 12-13 вольтах, ну около 13 вольт, 100 миллиампер. Аккумулятор он минимум должен съедать, ну 300-500. И вот для особых хомячков, которые вообще не знают, что такое аккумулятор, и для чего он служит, и что с ним надо делать, вот здесь вот все расписано. Лично для меня вот эта информация вообще не нужна. Меня хоть ночью разбуди, я вам все это расскажу без всяких запинок. Про любой абсолютно аккумулятор, как он заряжается, сколько ему нужно, и все остальное, любую информацию. Но вот здесь вот указано, конкретно для самых идиотов, что обычное у него номинальное напряжение на этом аккумуляторе около 13 вольт, 13,5, ну около 13 с нагрузкой. А зарядное напряжение, максимальное, можно на него подавать, где-то 14,5, около 15. И вот человечек подключает приборчик, который сам по себе уже кое-что тянет от аккумулятора, или от какого-то источника. Причем ему все равно откуда тянет, то ли отсюда, то ли отсюда. Если даже ему на вход или на выход посадить какую-то напругу, он уже будет работать. И вот вам показывает этот человечек, вот этот миллиамперметр, который якобы показывает максимально до 300 миллиампер. Ну, я вам уже сказал, что движок никак не может потреблять 100 миллиампер этот. По-любому. Я уже тоже много всяких вам движков показывал. Там нету таких, которые, ну, значительно миниатюрные есть, которые могут там около 100 миллиампер. Но именно такой движок, он потребляет минимум 300-500. Но, долго ли здесь шунт загрубить? Вот я подключаю. Вот у нас заработал движок. Показывает 6,5 вольт, ну и 12 ампер. Так, вот, чтобы видно было, что все провода правильно подключены, все нормально, никаких левых дел. Все как есть. Вот все по нулям. И вот человечек подключает этот движок, что-то там пытается крутить. Во-первых, вот это вот неэкономичный вообще двигатель. Вот с таким вот приводом. Расстояние здесь целый почти сантиметр. Вот здесь вот стоят магнитики никакие. Вот эта вся вот конструкция кольцеобразная, она вообще никакая. КПД самый что ни на ней низкий, который можно получить. Так никто движки не делает. Но, для хомячков сойдет. Да, конечно, когда он пальчиком там нажимает, там до ампера, наверное, раскачет. И вот теперь смотрим внимательно. Вот он берет этот приборчик, подключает. У него даже тут есть диодики, конденсаторчик. Все по высшему классу. Но что мы видим? Мы видим неподключенный аккумулятор. Неподключенный. Но тут что-то уже идет. Вот 15,5 вольт, если можно верить вообще в принципе этому галимому китайскому индикатору. Тут, естественно, никак не может быть 100 миллиампер. Ну, пускай, ладно. Пускай будет 100 миллиампер. Ладно, мы поверили. Мы ж идиоты. Мы верим всему, что видим. Точнее, что нам показывают. Но здесь 15,5 вольта. А здесь что? Почти 100 миллиампер. Откуда? Аккумулятор не подключен. И именно этот нюанс вам почему-то Андрюшенька не показал. Там было мельком, но он так сказал, что вот, это все нормально. Смотрим. Уже стоит на индикаторе 100 миллиампер. Вот оно скачет. И 15,5 вольт холостого хода. И, о, ужас! Какой ужас! Мы подключили аккумулятор и к нам к 100 миллиамперам прибавилось где-то 80, 100 еще. У нас почему-то стало 11 вольт. А аккумулятор-то по номиналу он даже просто без нагрузки должен удавать 13 вольт, а то и выше, если он хорошо заряжен. То есть, у него на холостом ходу и при малой нагрузке там 100, 200, полампера у него должно быть не меньше 13 вольт. А если его начинают еще и заряжать, так у него должно скакать аж под 14 вольт. А мы что видим? 11. Какая жаль! А почему? Потому что на самом деле и не потому, что этот аккумулятор совсем разряжен. Нет. На самом деле, вероятнее всего, на этом аккумуляторе замкнута одна банка. Поэтому у него номинально получается где-то около 11 вольт. 10,5-11 вольт. Вот этих полвольта где-то приподнимается вот этими 100 миллиамперами всего-навсего при заряде. То есть тут галимый стоит аккумулятор. Но никого-то не смущает ни вот этого чудика, ни Андрюха, ни этих хомячков, которые смотрят и балдеют от этого процесса. Никто этого ничего не видит. Тут 11 вольт. И в процессе заряда, хотя даже если совсем убитый аккумулятор, если у него замкнута банка, он все равно должен тут сразу резко подниматься. То есть вот мы подключили 11 вольт и буквально вот за пока вот этот процесс 5-10 секунд процесса показа тут уже должно быть 11,2-11,3-11,5 и подниматься, 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 потому что у него номинальная нагрузка должна быть уже где-то под 13,5-14 вольт. Ну естественно и расси банка убитая, то где-то около 12-12,5 вольт. Но этого мы ничего абсолютно не видим. Все стоит на месте. Учитывая то, что этот прибор показывает изначально неправильно и уже на нем вместо нуля 100 миллиампер. Вот отключил, подключил. Цифры все те же самые. Ток поднялся со 100 миллиампер 180 и теперь считаем дальше. Вот здесь даже при нагрузке где-то полампера вот на ну пускай 300 миллиампер на самом деле на этом движке здесь должно быть около 13 вольт. То есть не 11 вольт а около 13 вольт. 13 вольт при полампере это будет сколько больше 6 ватт. Ну мы верим показаниям и у нас тут получается где-то полтора вата почти да. Ладно смотрим тут тут у нас 11 вольт 11 хотя их тут совершенно не должно быть но здесь прибавочка было 100 миллиампер а стало 180 170 миллиампер то есть прибавочка явно меньше чем тут после ампера он более менее показывает правильно токи но меньше полуампера он вообще толком ничего не показывает вот как есть разводняк с тем же аргоном как я уже показывал свой ролик там вообще может не быть тока никакого но наш гениальный тирханоид завел всех хомячков и они все довольны я например не знаю как можно быть недовольным когда вот уже на тот момент как я записываю этот ролик 13000 и 615 идиотов которые лайкнули вот на это фуфло и посмотрите на этого придурка какие у него страшные глаза видите 1.7 ватта 0.16 160 миллиампер смотрим раз 230 и здесь раз ну и по вашему что он сейчас показывает притормозили движок соответственно по идее все должно упасть по нулям и что мы видим было 0.18 стало 0.15 и тут все то же самое абсолютно но ток поднялся которые все уже делали говорят что мы подарили у нас не работает да конечно у него там стучатся к нему и все говорят что оно там все работает но не хотят никому ничего показывать такое фуфло гнать это может только терханоид только одесский гопник ко мне буквально на днях постучался один человечек мне часто тоже стучатся мне тоже там пытаются что-то показать там продемонстрировать и вот на днях буквально постучался один с такой же крутилочкой еще проще даже все там у него сверх единиц посмотрел я это дело по скайпу все посмотрел ну конечно же но человек просто невежественно к этому всему относится он не понимает никаких процессов он знает да какие-то есть вольты есть какие-то токи есть какие-то лампочки светодиоды Есть какие-то катушки И вот он что-то пытается сделать Но на самом деле он настолько невежественный Что он даже не понимает что он делает И как это у него что выходит И короче там я посчитал По самым шикарным меркам 20% Всего 20% КПД То есть потери там вообще Ну вот такой же примерно принцип Одна катушечка Здесь то магнит крутится на двигателе А там катушечка у него Крутит обычную крутилку Причем движок от скутера И вот там всего 10% По самым оптимистичным меркам Ну пускай будет 20% Но какая разница в 5 раз хуже Это все равно 5 или 10 Уже не имеет никакого значения Но у этого упыря куча народу Которые не будут никому ничего показывать Потому что они боятся Беде не убили Господи сколько же их убили то а Есть несколько человек с которыми я вам еще раз говорю Я общался которые сделали И они не хотят говорить что у них это работает Не хотят никому показывать Потому что они говорят Андрей если мы об этом расскажем Все будут знать и у нас будут проблемы Смотрите Правда опять тут юмор И там какой-то дедок Что-то там нес такое неестественное Но это уже другое дело Но факт то что система манипуляций от тирхи Как вот этот галимый преступник Пытается подменить понятие Знаете как это в 17 мгновениях весны У Штирлица Запоминается последнее И вот этот нюанс Тут примерно что-то подобное используется Не обзывая и не оскорбляя Как это делают многие другие блогеры В том числе Пусть мы все знаем монарха Как он это просто мат-перемат Но там вообще патология Мы все знаем кто он такой Про монарха не думайте что я забыл Там кое-что готовится И тоже нельзя сказать что я делал Лидер ТВ Да мы тоже ничего не забыли И у нас тоже все готовится Только вот в чем дело Как всегда ты перегнул не в ту сторону Обвинить меня в том что я мат-перемат какой-то у меня Я абсолютно никогда в жизни своей не ругаюсь матом Я не пью, не курю и не ругаюсь матом От меня ни близкие, ни далекие Никто никогда не слышал никакого мата Я просто не ругаюсь А то что я выражаюсь литературными словами Это же не мат Но это гнида Это не мат Андрюша Но ты гнида Подменяет понятие Он как бы намекает на то что я Отмороженный И что я несу там какую-то херню В виде мата И тут же вспоминает Про Дениса Лидера У которого на самом деле На канале сплошной мат-перемат И у хомячков сразу срабатывает последнее Что да Вот есть такой монарх Наверное матом ругается А лидер точно ругается матом Так что вроде как и не сбрехал Но стрелку перевел Вот это называется галимая манипуляция Для терханоидов Теперь осталось подытожить показанное Вот этот конченый аферист Манипулирующий сознанием своей секты Совершенно не стремится бороться Ни с какими запретами Вся его деятельность Это бессовестно сосать с ютуб канала бабло Полное отсутствие мозга и совести Позволяет ему в наглую Подсовывать любую тухлятину С помоек интернета Из этих двух донных роликов Я вам показал Насколько наглая ложь И манипулятивность сознательно демонстрируется На его контенте Он преподнес совершенно клоунский Бородатый вариант вечняка В котором как в любом фокусе Показано только то Что следует видеть тупому зрителю Все от начала до конца Причем как еще полтора года назад Я в своих выпусках рассказывал И показывал Что подобным фейкам никогда нельзя верить Так как абсолютно все можно подделать И не раз говорил Что если бы у меня не было совести Я бы вам подобные фокусы показывал каждый день Я вам уже показал тут Что реквизит в этом фокусе явно подготовленный Аккумуляторы не в режиме Двигатель и индикатор тока Не соответствуют реальным показателям Вариант магнитного привода Этой крутилки Характерен абсолютно низким коэффициентом КПД передачи Движок практически работает На холостом ходу И вся энергия аккумулятора Уходит на этот холостой ход Передаточная мощность При таком магнитном взаимодействии Менее 10% Вот тут видно Что нагрузочный аккумулятор Не подключен А вся эта шаробайка Уже потребляет якобы почти 0,1 ампера И выдает 15,5 вольта на холостом ходу И приборчик показывает Уже почти 0,1 ампера потребления Здесь катушки стоят без сердечников И магниты наводят там минимальную мощность Отчего результат съема энергии Для заряда битого аккумулятора Или спецом подкрученного Еле хватает выдать на мнимый заряд Пару десятков миллиампер При странной напруге в 11 вольт Но вся эта трагикомедия Без зазрения совести Выдается Андрюхой своей биомассе Как шедевральный и гениальный прорыв Бери и делай Все есть Мы уже победили Ну и попытка манипулятивно Выдать меня за матершинника Так же с треском провалилась Так как никто и никогда От меня не слышал матерных слов Вообще Я просто никогда не произношу подобного Это мой принцип Вот так вот и последнее На днях я уже буду подводить черту Преступной деятельности Андрея Слободяна Который кстати на днях звонил мне на сотовый И пытался запугивать и шантажировать И до сих пор шантажируют по скайпу Но об этом позже Пока я ему приоткрою дверцу тюремной камеры От тирхи все таки придется ответить За свой обман и соучастие с этим преступником Всем пока и до скорой встречи Запасайтесь попкорном Я вам обещал ядерную бомбу Субтитры сделал DimaTorzok